Тема дорог и всего, что с ними связано, мало кого сейчас оставляет равнодушным. Итоги работы вновь созданного Департамента дорожного хозяйства и транспорта были подведены в среду. Со второй российской бедой, по словам начальника ведомства Александра Лодыжкина, дела обстоят неплохо. Всего в регионе 11 102 километра автодорог. В 2014 году завершены такие объекты, как мостовой переход через реку Ячменко в Пульческом районе, реконструкция автомобильной дороги Иваново-Кохму. С подачи губернатора Ивановской области Павла Алексеевича Конькова начаты работы по строительству серьезнейших объектов. Автомобильной дороги Жажливой-Линска в Заволжском и Кенишемском районах общей протяженностью свыше 11 километров и мостового перехода через реку Увоти, местечки Авдотина, как этапа западного обхода вокруг города Иваново. В 2015 году в эксплуатацию планируется ввести еще 15,6 километров дорог. Силами только Ивановского дорожного фонда большинство крупных проектов региону не потянуть. Нужно софинансирование из федерального бюджета. В частности, пока повис в воздухе вопрос о строительстве так называемого западного обхода, который должен соединить трассу М7 и Ярославскую трассу с автодорогой А113. Первый этап строительства моста через реку Увоти в местечке Авдотина завершится в третьем квартале этого года. А дальше – неизвестность. Следующий этап строительства автомобильной дороги Авдотина-Минеева, соединяющая улицу Минска и улицу Революционная города Иваново. Конечно, неблагоприятная финансо-экономическая ситуация вносит свои коррективы, но начать мы попробуем уже в этом году. Для этих целей мы намерены привлечь из федерального бюджета дополнительные денежные средства. Сегодня их объемы мы оцениваем в пределах 300 миллионов рублей. Готовим заявку и соответствующее соглашение, и в ближайшее время поедем защищать ее Министерство транспорта России. Судьба восточного обхода, который должен соединить трассы М7 и А113, минуя областной центр, более определенная. Указанная дорога укладывается в концепцию федерации по созданию международного транспортного коридора «Север-Юг». В связи с этим есть принципиальная договоренность с Росавтодором по ее включению в перечень федеральных дорог и строительству за счет средств федерального бюджета. Что касается общественного транспорта, то эта сфера – лидер по числу жалоб от населения. Не потому, что маршруток или автобусов мало, а потому, что до сих пор возникают проблемы со срывом графиков и ездой на перегонки по маршруту. Проблему могла бы решить давно обсуждаемая система на основе ГЛОНАСС. Но, увы. Александр Валерьевич, важнейшая, я считаю, задача. То есть готов, значит, пусть товарищ Косарев подключается, давайте доведем, если нужны деньги, значит нужны деньги. Я, коллеги, рисую идеальную картинку. Машина должна выдавать каждый день все отклонения по маршрутам по городу, которые произошли за сутки. Это словная задача, это непростая программа, но она, во всяком случае, даст всем объективный контроль и возможность принимать меры. Где кто сошел с маршрута, где сделать позже. Естественно, в ручном режиме, вписанном этого не сделаешь, это может сделать только соответствующая программа. Цели работы ведомства на 2015 год губернатор четко обозначил, а также отметил, что департамент по-прежнему распоряжается внушительными средствами бюджета. Серьезному сокращению, даже несмотря на нелегкий для региона и страны период, финансирование дорожной сферы подвержено не будет. А значит, кризис не станет отговоркой в случае неисполнения поручений. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.